22 февраля в Сумгаите состоялся многолюдный митинг. Выступавшие призывали к защите прав азербайджанцев. Вот еще один факт, подтверждающий версию о том, что сумгаитские события были спланированы заранее. Около тысячи армян с 1 по 25 февраля 1988 года, сняв со своих сберегательных счетов 8 343 691 рубль, покинули Сумгаит. Не менее удивительно, что в конце февраля руководство города было откомандировано в Москву. Начальник милиции был снят с работы, начальник городского отдела Комитета национальной безопасности был переведен. Сумгаит фактически оставался без руководства. 27 февраля волнения усилились, везде царил беспредел. Деятельность правоохранительных органов были парализированы, у всех сотрудников было изъято табельное оружие. Были разгромлены ряд торговых, потребительских и бытовых объектов, сошены несколько автомобилей. Обуздать митингующих не представлялось возможным. В связи с кончиной бывшего председателя Комитета государственной безопасности СССР Крючкова, британская газета The Times в своем сайте прямо писала, что Крючков и другие сотрудники ККБ, используя законы недовольства людей на местах, организуют акты диверсии в различных городах Советского Союза, таких как Сумгаид, Баку, Тбилиси, Вильнюс, Рига и другие. В те дни части советских войск были дислоцированы в различных кварталах и микрорайонах Сумгаида, но почему-то не вмешались в ход событий. В результате 28 и 29 февраля в Сумгаиде произошла кровавая акция, в ходе которых погибли 32 человека. 1 марта в городе был введен комендантский час. Удивительно, почему же советские войсковые части занимали вождательную позицию? 18 июля 1988 года на заседании Верховного Совета СССР Горбачев утверждал, что войска вошли в Сумгаид с опозданием на один час, что было совершеннейшей ложью. Это подтвердил в своем интервью министр обороны СССР Язов. Интересно, по какой причине армянские экстремисты как объект избрали именно город Сумгаид? Вопрос не риторический. В рабочем городе Сумгаиде учились примерно 10 тысяч учащихся профессионально-технических училищ. Прибывшие сюда из различных регионов подростки, естественно, были начисто лишены родительской опеки и контроля. В бытной Совете в городе был создан промышленный комплекс, но строительство жилья было не на должном уровне. 17 тысяч семей ждали своей очереди для получения квартиры. Еще 20 тысяч горожан жили на правах бомжей. В Сумгаиде криминогенная ситуация была не из лучших. К тому же в городе проживали свыше 10 тысяч арестантов, осужденных на принудительные работы. Отсутствие городских руководителей, а также правоохранительных органов явилось толчком к усилению массовых волнений. Как видно из материалов уголовного дела, 7 февраля по 3 марта 1988 года около 210 человек армянской национальности, прибывших из Армении, жили в бакинских гостиницах. Абширон, Гянджлик, Дамирьол-Вахзалы, Азербайджан и в Сумгаидском Бахар. Впоследствии стало известно, что эти незваные гости занимались диверсионной деятельностью среди населения. Сказанное подтверждается показаниями, данными на предварительном допросе одним из активистов, Эдуардом Григоряном. Но об этом чуть позже. У так называемых гостей были видеокамеры, очень дефицитные и недоступные по тем временам простому человеку. Кратчайшие сроки в Степанакерте был воздвигнут памятник жертвам Сумгаида. В Ереване в спешном порядке была издана книга «Сумгаид. Геноцид. Гласность» и распространена в России. В различных странах мира были показаны видеоматериалы о сумгаидских событиях. Таким образом, была развернута пропаганда о так называемом геноциде, совершенном Азербайджаном против армян. Была создана группа расследования. В первые месяцы было задержано около тысячи человек в качестве подозреваемых. 500 человек были взяты под арест. 90 человек были осуждены. Осужденным были определены различные меры наказания. Но по фактам депортации азербайджанцев из Армении и Нагорного Карабаха, подвергавшихся различным телесным наказаниям, зверски убитым или разграбленным, ни один армянин не был привлечен к уголовной ответственности. Из показаний вышеуказанного армянина Эдуарда Григоряна данных следствию стало ясно, что он в середине февраля 1988 года в своей квартире принимал группы эмиссаров из Еревана. Первичный допрос устанавливает, что Григориан получает от них необходимый конструктаж, деньги и наркотические средства. На следующий день Эдик по прозвищу Паша собирает вокруг себя группу малолетних подростков и юношей, обещая им крупные вознаграждения при участии в некоторых операциях. Он, бросив клич в Степанакерте убивают азербайджанцев, собрал вокруг себя группу парней, раздал им наркотики, затем организовал нападение на квартиры армян, проживавших в различных кварталах и микрорайонах Сумгаита. Затем организовал нападение на квартиры армян, проживавших в различных кварталах и микрорайонах Сумгаита. Удивительно, что список пострадавших армян был составлен заблаговременно. Адреса, отказавших помочь комитету Нагорный Карабах и обществу Крунг Армян, были у Григоряна. Именно эти люди и оказались основным объектом нападения. Первой пострадала семья Григория Меджлумяна, жителя третьего микрорайона. Хулиганы, ворвавшиеся в квартиру, избили всех членов семьи и отобрали драгоценности. Сам же Эдуард Григорян изнасиловал дочь Григория, Карину Меджлумян. Последующие события оказались еще более шестокими. Григорян со своей группой ворвался в квартиру служителя дома номер 33 того же микрорайона Петросяна выбросил всю домашнюю утварь во двор, а затем и сжег. Но Эдуард, неудовлетворившись с Адзейным, сперва насилует, а затем убивает ему Григорян. Словом, в ходе сумгаицких событий Эдуард Григорян убил пятерых армян и изнасиловал восемь женщин. Как явствует из материалов судебного разбирательства, в бесчинствах Эдуарду Григоряну близкую поддержку оказали армяне Игорь Аганов, Вазген Саркисян и работница сумгаицкой городской больницы скорой помощи Карина Гаспарян. Сегодня армяне и их покровители за рубежом во все горло заявляют о совершении геноцида по отношению к армянам в 1988 году в Сумгаите и тем самым хотят скрыть истину от мировой общественности. Исторический экскурс. 18 июля 1988 года на заседании Верховного Совета СССР состоялся диалог между Горбачевым и депутатом из Армении. Горбачев, скажите, в начале века сколько азербайджанцев проживало в Ереване? Амбарцумян, затрудняюсь сказать. Горбачев, а я вам напомню, в начале века азербайджанцы в Ереване составляли 43% от общего количества населения, а сейчас их сколько процентов? Амбарцумян, их сейчас очень мало, наверное, около 1%. Горбачев, напоминая об этом, не хочу обвинить армян. Но видно, что армяне вытеснили азербайджанцев. Как видно из диалога, временами даже Горбачев не прочь был говорить о политике этнической чески армян по отношению к азербайджанцам. В настоящее время в стране под названием Армения нет ни одного азербайджанца. А в Азербайджане, по данным официальных источников, ныне проживает 30 тысяч армян. Сумгаицкие события, акции заблаговременно задуманы и спланированы. Необходимо отметить этот факт, не будь гуманизмом и мудрость азербайджанцев, количество жертв сумгаицы было бы гораздо больше. Как может быть азербайджанский народ плохим, если в те дни они укрыли в своих квартирах многих армян? Я очень люблю азербайджанцев, а не меня тоже. Никогда не смогу забыть их доброту. Уже 20 лет как сумгаицкие события канули в историю. Сегодня Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией. 20% наших земель оккупированы. Армянские фашисты совершили агрессию на наши земли, истребив десятки тысяч ни в чем не повинных мирных жителей. Армяне осуществили геноцид в городе Ходжавы.